Здравствуйте всем! У меня дурацкий голос, я знаю. Не надо меня в этом узнать. Только что Саша говорил про дизайн, я про дизайн говорить не буду, я буду говорить про нечто другое, но мне кажется, это тоже важно. Потому что, если честно, лекция идет до полчаса, у меня еще 45 минут, поэтому я буду 5 минут потреваться. Так вот, у каждой лекции должна быть некоторая предыстория, у этой лекции у меня тоже есть предыстория, потому что нельзя просто взять и накидать, и отбалду рассказать. Так вот, меня когда-то позвали на дурацкую конференцию по женскому маркетингу, что может быть на самом деле скучнее, бессмысленное абсолютно мероприятие. Но я пописался, и лекция была у меня 2 часа дня в субботу. У меня была тяжелейшая неделя, поэтому в пятницу я страшно сильно выпил. И я совершенно не был готов к этой лекции. Я проснулся с пустой головой в 9 утра в субботу, и у меня было только одно. У меня было начало лекции, я должен был задать вопрос, и конец лекции. Я должен был дать мне ответ. Но потом, на самом деле, у меня удралось 3 часа, что было, и я просто вытянул эту штуку. Мне кажется, получилась очень интересная история. Еще немножко слов. Дело в том, что Саша говорил о том, как сделать дизайн. Мне кажется, в дизайне есть важные предпосылки. И очень часто молодой дизайнер, когда показывает свою гениальную работу заказчику, понимает, что заказчик не оценил, смотрит в него как на эксперименты, и дизайнеру обидно. Но мне кажется, дизайнер просто не понял самое главное, что он не понял, кому он делает. Поэтому в дизайне есть две предпосылки. Это, во-первых, что он делает, про это говорил только что. И, во-первых, кому он делает. Так вот, я хочу рассказать лекцию о том, для кого вы делаете весь этот дизайнер. Всех этих жадных гадов заказчиков. И покупателей. Не знаю, часто ли вы ходите на лекции. Мне они редко бывают. Но я вывел у себя определенное правило, что обычно спереди сидит какой-то гад и сволочь, который всю лекцию сидит за довольно рожей. И портит мне все настроение. Поэтому я решил учесть в этой лекции. И даже если лекция вам не понравится, я специально набрал такие клевые слайды, что вы точно скажете, что лекция была фигня, лектор притурок, но девки были классные. Поэтому, что я в качестве слайдов взял всех тех актрис, известных девушек, которые мне лично очень симпатичны. Разного времени. Ну, понеслось. У меня есть одна маленькая традиция. Прошу ее сделать. Придите, пожалуйста. Привет моей маме. Спасибо. Так вот, лекция у меня называется «Брендинг МЖ». Это не название, а сортира. Речь будет о целевой аудитории мужчин и о целевой аудитории женщин. Тот, для кого вы работаете, чтобы вы, на самом деле, в конце концов, после этой лекции, ровно через 30 минут, понимали, в чем принципиальная разница работать с этими разными людьми. Ну, или можно так его назвать «Брендинг МЖ». Ну, потому что так, короче. Как вы поняли, вы уже понеслись интересные слайды, и я могу замолчать. Но! Я буду говорить. Итак, те вопросы, которые я должен задать в самом начале. Были ли американцы на Луне? Продает ли секс? И самый главный, сложный, длинный вопрос. Чем отличается брендинг для женской аудитории, брендинг для мужской аудитории? Ну, если кратко, то в чем вообще принципиальное отличие мужской и женской аудитории, и как это акцентирует дизайн? И это, на самом деле, очень важный вопрос. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне придется отмотать историю далеко-далеко-далеко назад и всадить в некоторый экскурс. Давным-давно. В чем принципиальная разница полов? На самом деле происходит эта война с того момента, как появилась, зародилась жизнь. Пока не нужно. Дело в том, что для того, чтобы эволюция происходила, нужно два аспекта. Первый аспект будет сохранить все то, что некое существо приобрело все те полезные качества, все то хорошее, и аккуратно это сохранило. Второй аспект должен быть в том, что нужно постоянно привносить какие-то новые, чтобы происходили мутации, чтобы менялись и из какой-то рыбины превратились в сидящий фаз в зале. Поэтому важно понимать, что именно из-за того, что изначально эволюционно весь женский организм настроен на то, чтобы что-то сохранять, а мы стоим на то, чтобы что-то приносить, и строится все наше поведение в жизни. Если перевести это в физиологию, то яйцеклетки образуются у самки с самого рождения, она их аккуратно и бережно хранит. Вместе с тем, как мужик разбрызгивает свое добро направо и налево, и из одного миллиона сперми, которые из него влетают, один, дай бог, дойдет до цели. И то маловероятно. Поэтому важно очень запомнить, женский пол консервативен, мужской пол активен. Более того, в периоды, когда жить становится хуже и хуже, половые, яркие половые отличия, они проявляются сильнее. А в период, когда жить становится лучше и лучше, примерно как сейчас, они немного скрашиваются, и поэтому много появляется энтронимных подростков, ну и таких вот голосом, как я. Но об этом я скажу в самом конце лекции. Я разовью эту тему обязательно. Еще очень важно понимать, что именно из-за того, что мужчины приносят все новое путем проб и ошибок, мужики гораздо меньше живут. И более того, их рождается больше изначально, потому что эволюция предполагает, что они будут как бросовый материал умирать как можно раньше. Я специально взял эту актрису, потому что, мне кажется, весь фильм она мучилась это ляда. Кого же, черт возьми, выбрать? Выбрало море, вроде, да? Ну, если вы смотрели этот фильм. Это очень важный вопрос. Кто же и кого выбирает в среде? Надо взять примеры из жизни. Мне очень нравится пример пауков, потому что паукообразных, во-первых, самки всегда сильно крупнее мужиков, а во-вторых, если самец придет на встречу с самкой для романтического свидания без жертвы, он сам становится сразу объектом питания. Самка его просто сжирает. В этом же примере идеальный бокомол, который на вас смотрит, как на еду в данный момент. Потому что в момент сорития с бокомолом самка просто откручивает голову самцу, но при этом ничего в ней не происходит. Не меняется, он дальше активно производит свои фрикции. Что, мне кажется, также распространено и среди людей. Голова не задействована очень часто в этот период. А зря. Гораздо интереснее ситуация с высшими приматами, потому что среди них распространен такой способ, как гарем. И это, на самом деле, очень любопытно, как же так гарем, где самки подчинены одному самцу, а остальные мужики никакого доступа не имеют. Как же в этом случае выбирает самка? Тут, на самом деле, один хитрый ученый привел очень классный пример. О том, что, на самом деле, если вывернуть ситуацию на узнанку, то получается так, что самке прививается самый сильный самец в стае, который после этого бьет всех остальных самцов, защищает ее потомство. И вообще самый крутой. Извернув эту ситуацию, мы можем понять, что самка просто поставила себе сама подчиненная в положение и тем самым изначально выбрала самого сильного самца. При этом очень важно, что в этих гаремых приматов самки не спариваются за спиной альфа-самца с гаммой самцов. Ну, если бы такая для этого была, то возможно. Но они делают очень редко, потому что это не только грозит им неизбитием и всем таким, это просто бессмысленно для них. Важно это запомнить. Важно, в общем, запомнить, как говорит Саманта Мордон, короче, всегда выбирает самку. Очень клевая актриса, кстати, рыжая, между прочим. Второе. Ближе к теме. Это тоже, кстати, самка, это, между прочим, лиси. Вы все смотрели этот фильм, надеюсь, да? Дурацкий абсолютный фильм, в какой-то веке окупившийся с головой. Так вот, он же назван в честь этой самки, лиси, которая первое разумное многое существо. Блин. Я это потом узнал, только после фильма, и только после этого я понял, что это за обезьяна, которая надыхает пальцем. Вот такая вот история. В общем, если отмотать немножко дальше и представить, как мы жили в пещерах неандертальцами и тому подобное, важно понять, как тогда происходило общение. В этом случае все мужики все время целый день были на охоте, с копьем наперевес охотились на мамонта, хмуро и молча. А бабы все это время сидели в пещере. Отвлекаясь, у меня пять лет назад у сестры родилась дочка, и я к ней приехал, получается, когда нам ей было месяцев три. Сидел на кухне и выпивал, и увидел, как сестра нянчит одну руку и дочку, другую руку готовит, говорит по телефону со своей подружкой, и одновременно в ней перекидываются фразы. Я подумал, что это фантастическое колдунство, но потом я посмотрел некоторые фильмы документальные, которые объяснили, что это абсолютно естественное состояние для девушек, для женщин, многофункционально. Уже если представить, что все это время они сидели в пещере и трепали, перетирали кости всем мужикам, которые бегают за мамонтаром, а одновременно они следили за костром, готовили еду, смотрели в язвишками, которые ползают, и, в общем, все это для них нормально. В отличие от мужиков, которые были снятыли исключительно на одном объекте, который будет появиться в чаще леса, и молча на нем охотятся, потому что тот, кто громче всех орал, того первые затаптывали. Из этого, кстати, вылилось то, что у мужиков сильные лупы и крупные переносят, потому что очень часто туда прилетало, а у женщин лупы как раз-то менее выражены и переносятся подольше. Важно понимать, что даже те самые паттерны поведения, которым руководствуемся при выборе какого-либо товара или еще чего-то, они были заложены еще тогда, давным-давно. Но, на самом деле, мы индивидуально не далеко оттуда ушли. Очень хорошая история по лабиринту. Возможно, вы ее знаете. Мне очень нравится этот пример. Был проведен эксперимент, когда группу мужиков и группу дам засунули в лабиринт и решили смотреть, как будут девушки из него выбираться, как будут мужики. И вот девушки вспоминали листики, птичек и цветочки, которые рассызывали в лабиринт. Поэтому достаточно было прийти, убить птицу, сорвать листик и отломать ветку, и девушки сразу путались. Когда мужики все-все мерили шагами, естественно, очень быстро выходили из лабиринта. Когда девушки путались. И, опять же, это связано с тем, что ориентация на местности заложена... Ну, это типографический маразм. То, что то, чем страдают вообще все, все девушки. Эта ориентация на месте заложена была еще тогда, давным-давно. Или с цветом. Мне тоже очень нравится этот пример. Меня поддерживает в этом Дайнарис. Я думаю, все вы хотели выбирать что-то для ремонта, всякие там Лерон Берлены, и видели растерянных мужиков, стоящих возле плитки или возле обоих, звонящих по телефону своей жене. Это был очень опасный момент, что они пошли без нее, так как узнать, что именно представляет собой лиловый цвет по телефону невозможно. Если только это не одна девушка, а другой звонит. Так вот, если показать этот цвет какой-нибудь «Ж» и спросить какой-то цвет, то она скажет «Это цвет летнего заката». Мужик скажет «оранжевый». Здесь не черного. А, вот нормально. Если спросить какой-то цвет, она скажет, если это какая-то романтичная натура, которая любит теплый чай и клетчатый плед, что это цвет бедра спящей. Мужик скажет «оранжевый». И если даже это спросить, то это точно насыщенный цвет корки. Уже и скажет «оранжевый», потому что все эти три цвета для него одинаковые. Для меня тоже, как я и дизайнер. И это опять же связано с тем, что когда бабы сидели в пещерах, и все освещалось со стороны дырки в пещере и костра, они более привыкали к полутонам и к смешанным сложным цветам. Из того, что нужно было в это ориентироваться мужики на свету, ориентировались на простые яркие пятки. Поэтому красный – это красный, а синий – это синий. Никак по другому, а не свет зеленой волны. Потому что на самом деле, если вы покажете какой-то цвет мужику, и он по телефону о чем-то объясняет, что этот цвет бедра спящей. Вы глянете его, как Арнела Мутина меня. А ты случаем не… После шести, может быть? Поэтому, исходя из этого, что же важно даме при показе вашего дизайна или при выборе любого товара в магазине или еще чего-либо? Ей важно разнообразие. Эксперименты показывают, что… Ну, известно, зима, когда в новом магазине будет 15 тысяч миллионов пар, из которых реально 10 будет прилично, а остальное говно просто так накиданное. Но! Очень важно разнообразие для дам. Более того, им нужна эта возможность выбора. При выборе телефонов в салонных сотовой связи девушке могут присмотреть по 10 телефонов. Мужку достаточно три. Черный, серебряный, белый. Я думаю, это так-то будет. Потому что все остальное не так. И обязательно детальки. Обратите внимание, это очень сильно показано в упаковке. Когда для женских тишманских товаров он обязательно снабжен кучей-кучей маленьких деталей, потому что им это интересно смотреть. Опять же, потому что они не могут смотреть ночью, и вы не можете смотреть на объект целиком. Посмотрите на детали. В отличие от мужика, который смотрит на объект целиком. И сложены цвета. Отличная девушка. Если вы смотрели фильм «Скод Калибриум против всех», обязательно посмотрите. Он офигительный. Третий. Самый высококактрис и три года, кстати. Давно-давно в древнем Египте. Та-та-та-та-та-та-та. В общем, копский крест, который называется по-другому «Анх», очень важный символ. На самом деле символ абсолютно всего, что только было в Египте, и его клали вместе с фароном с мумией, в могилу или так называли. Неважно. В общем, много лет спустя этот символ немного переосмысленный. В мифологии Древней Греции, а после этого и Древнего Рима, был вращен знак Венеры. А после этого, много-много лет спустя, в 18 веке, появился такой ученый, как Карл Ленин. Не знаете ли он такого? Скорее всего, не знаете. В общем, это очень известный персонаж. Для шведов это примерно как для нас Ломоносов. Он сделал вообще все. Он был путешественник. В общем, растения всякие. Очень известный, очень ученый. Почитайте, понимаете. Правда, интересная у него жизнь. Важно то, что он первым предложил использовать эти символы, это символ Марса, это символы Венеры, для обозначения полов. После этого, на самом деле, благодаря ему, эти символы стали тем, чем они есть. Сначала они просто были символы Марса и Венеры, и для астрологии использовались. Ну, не более как в другом. Цвет. Принято, что розовый цвет – это цвет девочек. Был проведен некоторый эксперимент американскими учеными, когда в группе мужчин и в группе женщин нужно было выбрать цвет, который им больше нравится. И почему-то мужики больше выбирали оттенки синего, а женская аудитория выбирала больше оттенки розового и красного. Викова знает почему. Где-то я прочел о том, что для мужиков важно было голубое небо, когда они оготились, потому что это значит ясную погоду. А для женщин – румянец на щеках избранник. Мне кажется, это ерунда какая-то, если честно. Важно другое. Что изначально все спальни для девочек делаются в розовом цвете. Их одевают в розовые бантики. А спальни для мальчиков и их одежда одеваются скорее в синеватые цвета. Возможно, это в итоге так привело, что из-за того, что дети изначально одеты с самого начала своей жизни, они в итоге в взрослой жизни выбирают такие цвета. У меня, кстати, машина синяя. Почему? В общем, можете выбирать сами. Розовый цвет. Мне нравится больше в данном случае розовый. Ну, если выбирать фанат. Буквально густой женский бренд будет выглядеть так. Это розовый цвет с зеркалом Винеры, потому что это еще и символ Мини. Ну и синий цвет символа Марса. Но в данном случае в таком виде эти символы используются только на упаковках презерватива. И правильно. Больше никогда так не делайте и не используйте. Казалось бы, все. Но мне нужно еще сказать пару-тройку цифр. О том, что большинство всех покупок в магазинах производят именно женщины. Но при этом из них 50, из того, что они покупают, сугубо мужские. Для меня было на самом деле офигительным открытием, когда я внезапно понял, что все вылитные принадлежности в нижнем мужской белье рекламируются в моменты мыльных сериалов. То есть днем и утром. Мы не то, что их покупают только жены. Мужья об этом вообще не в курсе даже. Где их покупать эти бритв для бритвы? О, лезвие для бритвы. Причем 35% этого рекламы адресованы женской аудитории. Только 35 на самом деле. Но при этом в 60% всей рекламы использованы женские образы. Это на самом деле интересный студент. Потому что использовать женский образ в рекламе абсолютно без проигрышных шагов. Потому что мужики ее хотят, а вы хотят быть такой же, как она. Но казалось бы все просто. При этом 10% всей рекламы несет лишь эротическую надрузку. Здесь на самом деле я наверно развернусь. Поэтому продает ли секс. Итого, я знал, что вы ждете эту девушку. Ну ладно. Были великанцев у них? Я понятия не имею. Но я очень верю, что они там были. Продает ли секс? Да, отвечает нам Дженна Джеймсона. Секс продает. Но, к сожалению, на мой взгляд, исключительно и только секс. Здесь, конечно, будут деканы, которые мне скажут, что некоторое время назад, в 2011-2012 году, вся реклама «Ветро» была залеплена тете с расстегнутой груди блузкой, которая говорила «Даю всем». Это была реклама Московского кредитного банка. На мой взгляд, чудовищная, запретельно аморальная реклама, которая отлично выстрелила. И банк очень даже хорошо в кризис поднялся. Ну, они негодяи, кто-то предложил, и такую рекламу делать нельзя. Если вы хотите быть хорошим рекламщиком с чистой совестью и пламенным взглядом, никогда не используйте эротический образ, потому что это неправильно. Так вот, чем же отличается премьер для женской и мужской аудитории? Я привел вам несколько экскурсов в историю, рассказал о том, как важны детали и цвет и тому подобное. И все это очень важно учитывать, пока я не дам окончательно ответ. Ничего. Категорически вообще ничем ни разу никак не отличается подход мужской и женской аудитории. И я объясню почему. Если еще лет 30 назад было очень сильное разделение на мужские и женские товары, то теперь, именно в связи с тем, что мы живем офигительно хорошо и разница между баллами потихонечку разбивается, А если вы, блин, в Таиланде вообще знаете, что ее нет там местами? В Таиланде? Да. Кто-то, наверное, грустнул, когда узнал. Так вот, разница между... Одни и те же товары продаются и женской и мужской аудитории. Гигантский раскачанный Porsche Cayenne Turbo от Gimbala с гигантскими 22-дюблевыми дисками может продаваться как девке, которая на зазала, так и бизнесмену, который ей, собственно, его и подарил. И при этом подход к рекламе будет абсолютно одинаковый. В Японии существует авиакомпания, в которой работают исключительно мужики и стюарты. И они принципиально в этом плане. Хотя, казалось бы, стюарты-то как-то... Как корнелон. Будете хочется на таком ряду? Мы живем так хорошо, что развиваются грани. И все, что вам развивается грани между баллами, все, что вам нужно учитывать, когда вы делаете какой-либо проект, это то, чем интересуется ваша целевая аудитория. Что она ест, что она читает, какие фильмы смотрит, как она живет, кто ее круг общения. А какой у нее пол, не имеет значения никакого. Поэтому о том, чтобы как-то определенно обращаться к аудитории, можете забыть. И я думаю, пока не случится какой-нибудь жуткие страсти в мире, типа какой-нибудь третьей мировой войны, у нас эта разница полов будет и дальше смываться и смываться. Ах, пока к чертям тебе не полетит. Спасибо большое.